На одной из туристических баз в Ленинградской области изобрели необычные гости медвежата. Как говорят очевидцы, животные совсем не агрессивные и сами тянутся к людям. Один из зверей оказался абсолютно здоров, а вот второму срочно потребовалась медицинская помощь. Их отправили в Центр реабилитации диких животных. Что дальше будет с медвежатами, узнала Анна Морозова. Ну что, красавцы, будем знакомиться. Это у нас хвостик, а это носик. Этим медвежатам всего по 8 месяцев. Они пришли к людям сами. От голода забрели на одну из туристических баз в лесу. С мамой какие-то проблемы, с ней что-то случилось. Она вряд ли бы их бросила. Они пришли без мамы. Мама или застрелили. В общем, что-то с ней стряслось. Туристы сначала подкармливали медвежат, потом заметили. У одного распухла морда, за это его прозвали носик. Вызвали ветеринаров, те предположили проблемы с зубами или челюстью. Было принято решение срочно начать лечение. Не надо, осторожно. Вот так, в сонном состоянии, медвежат привезли в реабилитационный центр. Одного сразу же перенесли из машины в клетку. Если мы их под воздействием небольших дозировок релаксантов, потому что иначе в процессе транспортировки животные могут травмировать друг друга. Хвостик будет находиться под пристальным наблюдением ветеринаров, а носика будут лечить. Уже ясно, заболевание животного имеет генетическую природу. У него имеются какие-то проблемы с лицевым скелетом. То есть мы видим, что форма лицевого скелета у него сильно изменена. Наша задача выяснить причину, почему это произошло. Мы сделали ему рентгеновский снимок. В ближайшее время медведю-носику сделают томограмму. Это поможет установить полную картину заболевания и назначить препараты для того, чтобы болезнь не прогрессировала. Но ясно одно. Этот медведь всю жизнь будет жить в неволе. В реабилитационном центре для диких животных эти малыши проживут совсем недолго. Специалисты должны решить их судьбу уже до наступления зимы, когда медведи уходят в спячку. Здоровый медвежонок, скорее всего, отправится на волю в Карельский лес. А вот его брат, по всей видимости, всю свою оставшуюся жизнь проведет с людьми. Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро ТВ-центра, Ленинградская область.